Смогли побороться и забрать свой пик карты Оверпасса. Огромнейший труд, счет 16-14 и дело дошло до той самой третьей решающей карты. Ну, многие проповедуют то, что будет сейчас какая-то изи-катка в пользу Фейс, хотя есть вероятность того, что так оно и не будет, учитывая то, что, как отметили наши аналитики, МСЛ крайне своевременно включился. Да, могли на самом-то деле Фейс заканчивать этот матч со счетом 2-0 и уже выходить в гранд-финал, но Оверпасс у них откровенно не задался. Ну, может быть, они и жалеют об этом решении, хотя 16-14 великолепный счет. Теперь Дигнитас продолжает, кстати, играть в атаки. Киашима принимает ковры, забирает Рубина, тут же отходит обратно, прячется под коврами и здесь включается Эйзи, который забирает конфига. Киашима дает третий килл после перезарядки. Ну и это проигранная, скорее всего, пистолетка команда Дигнитас. Да, Киашима дает квадро килл просто браво, француз. Это было красиво. Вы, должно быть, шутите. Пистолетка просто закончилась, не успев даже начаться. Я не совсем понимаю, кто в этом раунде атаковал, кто оборонялся, потому что от килл агрессии было больше, чем от всей команды Дигнитас. В итоге, по завершению этого раунда, 1-0. Традиционная покупка двух по 90-х. Ну, также тут уже в рядах команды Фейс имеется и два UMP. Вот интересно было бы узнать, чем обусловлено вот такое решение от Фейс Клан, постоянно после выигранных пистолеток брать два по 90. Напомним, на карте The Overpass они делали то же самое, играя в защите. Правда, тогда у них даже не было фармганов. Они просто брали два по 90 и закупались в полную. Здесь же они прекрасно понимают, что Диги будут делать фурсбай, но ведь они пересматривали прошлые матчи, делают довольно-таки нестандартные решения. Конфиг уже наказывает Факса, но по 90 отлетает. Ну, Эйзит говорит, нет, по 90 лучше UMP пикает. Снова-таки этот пистолет-пулемет, но атака не спешит. Ищет возможности где-то еще укрепиться в своих позициях, сделать еще минус. Но и учитывая наличие четырех флешек и смока, какие-то определенные идеи на этот раунд определенные имеются. Чаутки готовы и, судя по всему, это игра через миддл. Ну да, конфиг открывается из андеграунда, мы видим, яма уже занята рубина. Это просто будет выход на, ну, наверное, небольшая... Хотя даже не проблема в том, что отсутствуют игроки в коврах. Точки А сейчас тоже не играют особого значения. Вопрос в том, как сыграет Джангл Эйзи вместе с ним. У него, ну вот, неплохая была позиция для P90, но Каджунб его все-таки перестреливает. Энски дает ваншот в ассисте с Каджунбом по Киашиме, который прятался в ниндзии. И вот здесь P90 работает уже против команды Фейс Клан, не потеряв вообще никого. Дигнитас, скорее всего, выигрывает свой форсбай в сухую. Нет, не в сухую. Джейкем размачивает, счет дает один килл, дает второй. Релот, увидел третьего в коннекторе. Третий, понятно, убежал обратно. Зачем ему здесь отдаваться? Джейкем тоже уходит на сейв. Это 1-1, Изи. Какая-то жесть происходит на старте. Карты Мираж, начало Изи пистолетка для Фейс. Тут Изи Форс в ответочку, ну и только уже подходящему Джейкему напоролись. Потеряли парочку игроков, но в целом все было как-то слишком просто. Вот повтор Диглатка-Жумба. Ну, не будет повтора, по всей видимости. Ну, там один минус был, да, дальше как-то не пошло. 95 винов на Мираже. Ну, это точно не за 2016 год. Я просто, ну, не могу понять, что это проценты или это количество. Если количество, то за какой период времени? За все время. А, за все время? Ого! Наверное. Не, ну 95 Миражей за все время, это жестко, конечно. Но вот сейчас, конечно, Каджунду откровенно не везет. И контр-пуш, медла заходит у Фейскланд целиком. И полностью они вообще нисколько не зажаты в своих позициях, не боятся соперника. Правда, забывают о том, что с другой стороны их уже могут обходить. И так и происходит. Рубина делает свой минус. И теперь Фейскланд, несмотря на все их суперкилы, в огромнейшем меньшинстве. В итоге Киошима. Один против двух. Увидел своего оппонента, сам спалился, но при этом того оставил красным. По второму тоже понимание имеется. И, в принципе, пошел Тавид до последнего. Кио расправляется с Рубина один на один. МСЛ идет воевать. И Кио этого может не ожидать. Но Киошима берет этот раунд для своей команды. Скорее, здесь важно понять, что не столько он берет этот раунд, сколько его проигрывает МСЛ. Потому что, когда Киошима выходил на МСЛ, МСЛ был в позиции. На него у него была точная инфа. Но какого-то черта в перестрелке МСЛ просто развернулся и попытался убежать. При том, что Кио смотрел вообще на головы. Да, и я не могу понять вообще, что с МСЛ такое произошло. Он, может быть, хотел просто убежать. Он надеялся, что Киошима не будет делать выпад и будет сидеть под коврами. Прошу прощения, до конца. Но это был бы глупый мув уже от самого Киошима. Но зачем тогда было через коннектор идти на, когда ты знаешь, где последний игрок защиты? Да, в общем, МСЛ просто ошибся. Ладно, не будем об этом говорить. Сейчас, кстати, очередной бай от команды Дигнитас. Это не Эко и Фейсклан. Но близки к тому, чтобы выиграть и его. О, да, бомба падает в андеграунде. Теперь ее не отпустят. Рубина опять играет в своей привычной манере. Выходом на А. Но опять это будет малополезно. Ну, тут только еще три минусы его спасут. Один он успел оформить. А вот дальше, как отыгрывать этому талантливому игроку, непонятно. Да, с потерянной бомбой. При том, что по нему есть инфа. То есть его точно будут запирать сейчас при отходах с теспауна. Мы видим, этим уже занимается Рейн, насколько я вижу. Ну, вариант здесь один. Уходить через дом. В андеграунд, что ли. Ну, да. На миде он тоже никого не заметил. Кстати, в этом огромнейший плюс Рейна, наверное. Потому что к нему здесь мало готово. Рубина вынужден смотреть вообще во все подряд. Ну, и Рейн, скорее всего, заберет Рубина в спину. Ну, буквально пару секунд осталось пожить Рубина. Рубина и да, изи мишень для Рейна. Конечно, пусть там в одном из прошлых раундов Киашиме пришлось тащить клатч, но он его вытащил. Сейчас же это вообще зашло на 100%. У Дигнетас нет вообще экономики. Они делают эков. Фейзи берут четвертый. Ну, и для, скажем так, для проигранного Форса это вообще отличный счет. А напомним, именно фейз-кланы проиграли Форсбай своего соперника. Главное, что смогли взять ответный, но погоди-ка. Здесь уже вырубают Фокса, подсаживаются в окно. Пытаются занимать комфортные точки, но Эйзи не выпускает. Наводит кипишу под точкой А, ну и уже ждет саппорта тиммейтов. Джеки минусует МСЛ, Акио прорывается вперед и... Да как? Как? И много выстрелов от толку, что-то не очень. Да в смысле? Он как бы отвлекал на себя внимание, но вопрос здесь в том, как его не забрали-то вообще. В него смотрело двое, и он, не сделав ни одного килла, остался еще и в живых. При том, что двух игроков команды Дигнитас на меде похоронили. Ну конфиг один, он хоть и с бомбой на руках, но понимает, что пока не сделает килл, он точно эту бомбу не поставит. А пока он будет делать, тиммейты Эйзи, понятно, стянутся на халпу. В общем, это 4-1. Ну и, конечно, можно брать в расчет килл по Фоксу. Мол, вот хорошее начало, но Фокс вот просто ошибся. Он открылся прямо на середину окна, когда в него смотрело 4. В общем, шансов выжить у него было немного. Это была просто индивидуальная небольшая ошибка. Но интересен бай команды Фейскланд сейчас у Киашимы МП9. Это норма. Это мама, я как фер. Бай полностью повторяющийся с карты до оверпасс. Фас на самом-то деле. И, ого, Киашима тут же отдается. Эйзи тоже отдается. Каджун полностью выигрывает перестрелки в яме, хоть и остается красным. Но вместо того, чтобы после этих двух энтрей идти и давить точку до конца, Дигнитос разворачивается. Ведь бомба на миде. И нужно немного как бы подождать, сменить позиции, что ли. Ну да, слишком дальние позиции пакета не позволили осуществить фаст-выход, который толком-то и не планировался датчанами. Но, тем не менее, он бы мог быть, если бомба находилась где-нибудь в районе ямы. Так уже придется просто отыгрывать от большинства. Это тоже неплохо. Ну и по ходу дела будут давить под Б. Потихонечку проходят. Можно положить смачок на коннектор. Но даже этого игроки атаки... А, он просто тут уже лежит. Извиняюсь. Вот тоже, по-моему, абсолютно правильное решение. Не перетягиваться и уходить на точку Б. Скорее всего, там будет меньшинство. Ну и Джейк ему остается лишь только играть индивидуально. Ну и, в общем, пока он справляется. Забирает одного-второго. Третьего на шарте он тоже находит. Но целится немного не туда. Рейн все-таки отпускает Рубину. У Рубина 33 хп. Ну и один в три здесь, конечно, будет непросто. Хотя Рейн и сражается. Забирает фулоу в Атенске. Ждет выхода. Но спину не чувствует, скорее всего, да. Спина же была. Точно-точно. Ну и Каджум сколько? Трипл килл? Трипл килл, да. Каджум какой-то мрачный жнец. Просто на него сами шли эти жертвы. Сейчас как раз посмотрим повтор. Первый. Второй. Ну и в конце третий с ножом. Это было слишком просто, по-моему, для Каджумба. Таких он ест на завтрак. Один из лучших игроков, на самом деле, датской. Про сцены, в общем, как и всего мира, наверное. Не помню, правда, входил он в топ-20 или нет. В 15-м он показывал средненькую довольно игру. Для про-уровня. Но сейчас у него заходит. Что ж, еще один бай от команды FaceClan. Теперь уже не такой впечатляющий, как в прошлом раунде. Мы видим отсутствие АВП. Всего лишь один кит-пакет. Но в целом, очень... Ну, такой довольно играбельный. Комфортный бай. Да, могут попытаться растащить и с него. Тем более, что прилетают хорошие флешки. Связочка Fox плюс Эйзи оформляет первый минус. Могут к минусануть еще одного игрока. Там был конфиг. Но вот он уже спас свою душу. А Кио как-то вот Тенский не дожал. Та Тенский как раз и дожал. Ну, Кио Тенский. А, Киашима Тенский? Ну да. Кстати, что интересно, они оба пытались забрать друг друга прострелами. И при том, что Киашима справил по модельке соперника раньше, именно соперник этим самым прострелом его и забрал. И опять бомба ставится при преимуществе численном команды Дигнита. Но Джейкем заходит в спину. Мстит все-таки Каджун Буза. Его прошлый заход Рубина. Хороший выпад. И в итоге не ошибается норвежец Рейн один. Причем бомба, ну, буквально невыбиваемая для Рейна. Надо щемить игрока, который находится в джангле. И у Рейна это не получается сделать конфиг. Вешает финальный минус в этом раунде. И Дигнита забирает третий для себя раунд. Ну и практически выходит на временную ничью. Ну и вот мы видим повтор от Рубина. Конечно, не ожидал Эйзи, что ему прям вот так вот в спину будет Рубина давить. С другой стороны, почему бы и нет? Может быть и не стоило со Стерсову уходить. Хотя и выбора особого не было. Ну, мы видим пока в среднем 88. Дамагу он наносит за раунд. Ну, чуть меньше фрага в среднем. Ну, конечно, фраги свои он делает. Это бесспорно. 4-3. Эко вынуждены делать фейс-клан. Это заставляет их действовать несколько нестандартно. Поджим андеграунда от Джейкема в близкую с ТЗшкой. Энтри фраг это точно должно было ему принести. Ну, конфиг разменивает этот дефолт. Здесь как бы только разве что, если бы кто-то из Дигнитос шел один, тогда бы это может и сработало. Понятное дело, так Дигнитос не ошибаются. Более того, Калашик тоже аккуратненько оттягивает, чтобы он не достался в руки фейс-клан. И действует максимально аккуратно сейчас Дигнитос. Бомба возвращается. Я понимаю, что их запалили и лучше немного перетянуться, потерять по таймингу и выходить уже на другой поинт. Здесь вот дело в том, что Дигнитос в текущих обстоятельствах могут делать все, что им угодно. Действуют они подобным образом, то есть медленно. Потому как ожидают контр-агрессии, наверное, от самой команды фейс-клан или какого-то укрепления. Видим, сейчас укрепление действительно имеет место на точку А в средних таймингах. Даже в поздних, наверное, можно сказать. Кешима палится, его здесь должны забирать. Но Кешима действует интереснее. Он контр-выпадом на ковры все же находит голову своего соперника. Это, правда, не спасает команду фейс-клан в целом, но два килла они обеспечивают. Ну, для Эка уже неплохо. Я так понимаю, что именно сейчас будет полноценный девайсный. Потому что там какие-то пистолеты дозакупались, значит, были лишние деньги. Ну и там уже фейс попытаются дать достойный отпор. Да, пять кольтов, раскидочка по минимуму, ну, которая должна плюс-минус схватить. И как бы вот отсутствие китов, которое смущает, если честно. Вот мне всегда казалось, что вот один игрок вполне себе может позволить взять Фамос. Но при этом иметь там киты и должный раскид. Ну, фейс-клан решили, что они просто не дадут дегам поставить бомбу в этом раунде. Этого не будет. Мы все умрем, но бомбы стоять не будет в этом раунде. Ну, и мы видим, почему ближние позиции. Тем более, что верно в целом угадывают фейсы. Ну, или там Джейкем, да, играя на укрепление ковров. Хотя он подходит оттуда. И, ого, Рубина, боже мой. Вот это залепил. Да, тут уже без вариков, конечно. Рейн, правда, играет в апдауне. И почему на него пошел красный МСЛ. А там пакет лежит. Теперь придется уже за него бороться. Игроки дефенса пытаются максимально мобильно стянуться, чтобы защитить выбитый пакет. И вот так неприятности. Банальное отсутствие контроля ледеррума может стоить целого раунда для Дигнитас. Ну, и при этом бомба контролируется Рейном. Каджун до конца не понимает, как его выбить. Ведь, скорее всего, из коннектора его контролируют. То есть, очень непростой раунд ожидает команду Дигнитас сейчас. Да и время уже подходит, как бы, к концу. 44 секунды осталось. И так здорово начинался этот раунд. Так здорово для Дигнитас. Шикарный хэдшот от Рубина. Второй шикарный хэдшот от Рубина. Ошибается Эйзи. Очень серьезный. И да, Рубина его действительно забирает. Рейн умудряется каким-то чудом сделать еще и третий минус. Ну, вообще непонятная игра против лифтов от команды Дигнитас. Тенский 29 хп. Бомбу хоть и подбирает. Но на Б плент он, скорее всего, не пройдет. Хотя здесь все зависит от фокса. Куда смотрит товарищ по чеку, абсолютно непонятно. Именно он должен был, по-моему, контролить Б. В итоге бомба установлена. Хотя вот есть вариант, что он не хотел лишний раз рисковать. Ждал тиммейта, который сейчас заходит по коврам в спин. Чтобы потом, без вообще какого бы то ни было риска, выбивать уже установленную бомбу и, конечно же, Тенский. Ну, в итоге отсутствие диффузов не сыграло ключевую роль. Куда большую роль сыграл, конечно, господин Рейн, который просто из лифтов стоял и шинковал своих оппонентов. В итоге три минуса оформил, не уходя с этой точки. Но это отличный показатель. Да, и несмотря на весь пот Рубина, который, ну вот он давал, я вообще не представляю, как можно было это ковры забрать, просто повесив такой нереальный хэдшот. И также... Скрима позавидовал. Дело в том, что также я не представляю, вот как можно втроем отдаться Рейну на лифтах. Ладно, первый, второй, но он третьего забрал из той же позиции, что и первых двоих. То есть, ну, Дигнитас пушили в никуда. В общем-то, деньги на бой у них по-прежнему есть, в частности, за счет, не помню, Тенцки, по-моему, который все же установил бомбу. Да, это был как раз он, остававшись последним в своей команде, умудрился поднять пакет. Ну и за счет медлительных действий дефенса, ну, медлительных не значит неправильных, но тем не менее бомбу ему дали поставить. И вот теперь, ну, на калашах-то можно растащить, тем более, что тот же Рубина продолжает очень много давать своей команде. Ихио под флешечку складывает вместе с Фоксом почти всех своих оппонентов. Браво, очень клевая флешка сейчас залетела прям под Киашиму, спасает конфига стрельбаун, кстати, вешает сразу два хэдшота. И вот теперь Джейким остается один, позиция у него хорошая, ведь в джангле только что было сделано два минуса, а значит, эту точку, выхода точнее, из этой точки, Дигнитас ждут меньше всего. Проблема для Джейкима заключается в том, что бомба лежала под Т-спауном. И это значит, что Диги, подбирая ее, перетягиваются на Б-плэнт. Что Джейким в целом подозревает, потому как, ну, выхода никакого нет сейчас. А значит, скорее всего, Б-плэнт. Ну, свой тайминг он уже потерял, конечно. И теперь как раз его оттуда и будут ждать. Джейким до сих пор мансует саплэнтом, но сейчас волшебный звук бомб хэс бин плэнтед дает ему четко понять, что он не угадал. Ну и выбивать, конечно, из абсолютно стандартной кухни будет непросто. Хотя у Конфига 11 хп, если заберет его сразу, не потеряв при этом своих холлспоинтов, ну, конечно... Джейким бы еще громче, я не знаю, там на кухне тарелки бы поразбивал. Что вообще Джейким делает сегодня? Вроде на первой карте еще тащил более-менее, но на второй, сейчас, как мы видим, на третьей он мало полезен в целом для своей команды. Делает, ну, абсолютную дичь. Ладно, не хочешь ты тащить клатч, так не тащи, так уйди ты хоть на сейв. Ты на сейв, но не прыгай же туда-сюда, поворачиваясь, вбегая на точку. Да, опять пять. Ну вот у команды эко, и вот почему бы реально не пойти, не засейвить этот армор с девайсом. В общем... Там у команды даже не эко, по-моему. Ну, а как не эко? А вот посмотри на Рейна, его ноль. Ну, остальные-то не закупились, но пусть Рейн там купил один девайс. В целом-то это эко у команды. Просто, наверное, будет два экономических, поэтому сейчас те, кто мог себе это позволить, там купили какие-то пистолеты и арморы. Хотя... Ну, два экономических это, конечно, хорошо, но это уже как бы 7-5 для Дигнитас. Тоже такой момент. Датчани-то набирают комфортный для себя счет, причем очень активно. Пока посмотрим, как произойдет уже развязка этого раунда. Понятно, что Эйзи и Фокс погибли. Ну и как-то задумка с поджимом медла здесь уже не сработала пока что. Но Кио, просто выходя из коннектора... Хорошая Аймер. Действительно, вот впечатляет его стрельба в рамках карты Демираж сегодня. Не менее впечатляющим выглядит и игра Рубина. Ну и Джейк Мрейн. Опять же, вдвоем точка у них верна. Именно сюда Дигнитасы открываются. Но вряд ли, вряд ли, конечно, здесь оставшихся игроков команды Фейсклан ждет большой успех. Да, просто две головы, это 6-5. Денег, скорее всего, у Фейсклан по-прежнему не будет. Ну а на ваших экранах Каджун Патенский. Игроки. Даже вот тут Энский сегодня заходит, мы это уже отмечали, Накашин показывал хорошую игру. В общем, как и дальше. Ну самое время, как бы вот, когда как ни в стадии плей-оффа уже включаться в игру. И да, это еще одно эко для команды Фейсклан. Отдают много пока что, очень много. Я, честно говоря, думал, что Мираж ему идет где-то так же, как ушел Коблстоун для Фнатик в предыдущем матче. Но, как мы видим, не тут-то было. Но все-таки Мираж это очень стандартная карта. То есть вот, ну нельзя, мне кажется, сравнивать там, ну даже Коблстоун и Мираж. Мираж, по-моему, играется не реже. Тем более, что карта намного более старая, нежели сам по себе Коблстоун. То есть здесь скорее аналог с Дастом. Тоже с абсолютно стандартной картой. Ну, в общем, пока второй эко у Фейсклан, как мы с вами и ожидали. Дигнитас возьмут седьмое. Не чувствует себя достаточно комфортно, правда. Некоторые индивидуальные ошибки имеют место. В частности, опять не могу не вспомнить этот фейл на элеваторе полнейший. Но раунды свои набирают, это самое главное. Итак, сейчас ситуация 4 в 3. Киашима вырубает конфига. Это уже стандартно. Ну, пока Киашима не попадет по голове, мне кажется, он не уснет. 3 в 3. В общем-то, с двумя диглами даже такую ситуацию можно растащить. Бомба, кстати, лежит на шарте, и как бы это не очень удобно для команды Дигнитас, потому что там-то никого из них и нету. Кожум пытается как-то просаппортить тиммейту, чтобы тот мог выйти и забрать. Но Эйзи-то все это видит, но Кожум... Хороший выпад, хороший хэдшот. Ну, опять-таки, один дигл уже выбили. Этого более чем достаточно. Точка Б свободна, туда Дигнитасы выходят. Киашима, в общем, смещается, через кухню вываливается. И, ну давай, нужно 2 головы, или лучше 3. Но, конечно, он имел возможность. Имел возможность на предпоследнем выпаде сделать минус. Ну, просто не залетел у него в голову. У Диггла очень коварный пистолет. Даже если ты считаешь, что ты хорошо с него стреляешь, Диггл может поставить тебя на место. Ну, наверное, тут Симпла только можно вспомнить. Он Диггла седлал. Ну, а Рейн уходит на сейв Калаша. Он более сдержан, нежели Джейкем, который в такой ситуации пошел выбивать. Ну, хотя у Рейна еще и армора нет. В общем, здесь абсолютно стандартный сейв. Ну, и мы видим Киашима на первом месте, а Джейкем, как ни странно, на втором. 9-9. Не залетает у Фокса, но пока у него не было как таковой возможности. Хочу, кстати, со всей душой заявить, что МСЛ вернулся. У него стата, по-моему, что-то 3 на 11 или на 12. И это не самый лучший показатель, как для команды, которая берет раунд за раундом уже достаточно долго. Ну, как бы да, но, знаешь, на статистику важно обращать внимание, когда команда проигрывает жестко, например. Сейчас пока у Диггнетас все хорошо. Пусть хоть один игрок играет, это 4 где-то там в конце с двумя фрагами. Главное, конечно, набирать раунды. И у Диггнетас, особенно в атаке, это получается. Наверное, в атаке-то еще важнее. Хотя, опять же, карта Мираж. И атаковать здесь умеют тоже практически все команды. Особенно такая команда, как Фейсклон. Не могу с тобой не согласиться. Фокс пока занимает. Мидл смотрит, но там никого не находит. Сразу меняет позицию. Пытается действовать очень мобильно. Фокс, но при этом звено Диггнетас уже постепенно выходит из ямы и готовится к выходу на точку А. Ну, тут сплит через коннектор должен быть весьма... Читаем и Рейн хорошую точку занимает, может наделать тут шороху, но по конфигу промахивается. Да вообще как-то у него не залетело. Киашима тоже вообще не сыграл никакой роли, потому что саппорта у него не было. Здесь его запирали, понятное дело. Оборона точки А прорвана всего лишь с одной потери. Да и то от игрока, который до этого сделал минус. То есть, ну, по сути, Дигги ничего не потеряли. При этом заняли Лэнд, забрали четверых. И сейчас объявили охоту на Джейкима, который будет сейвить. Ну, один-то в четыре выбивать он. Точно не пойдет здесь уж без вариантов. Но зато может забрать кухню. Почему бы и нет? Конфиг стоит и... Еще и револдится. А Джейким его тут только сейчас замечает. Попадает даже по голове... Не, не попадает. У конфига 100 хп остается. Это лол. Просто за кассовым аппаратом спрятался. Конфиг, я не знаю, как его не забрал, но... Повтор пока. Ну, все, летит удача на фейз. Проигрывает первую половину, ни больше, ни меньше. Теперь только вопрос в том, с каким счетом. Вот он как раз конфиг на ваших экранах. Хорошо отыгрывает на этой карте. Ровно так же, как и Рубина. А вот у фейз проблемы. С каждым раундом они все усугубляются. Ведь сейчас они опять делают эко. Давать дигам девятый в атаке это в принципе... Ну, как бы непросто, я не знаю. Это неприятно. Да, вот это слово я пытался вспомнить. Но если дойдет до счета 10-5, это вообще будет провал. Потому как пистолетку диги во второй половине будут играть, очевидно, в защите. Но ладно, не будем хоронить фейсклан раньше времени. Просто, если честно, по-моему, после карты оверпасс немного не расклеились. То есть вот Киашима играет. Вроде как там Рейн тоже немного. Но работают только вот по решению подобного плана. Контр-пуши, укрепление медла и с пистолетами. Имея хорошую стрельбу, фейсклан сейчас делает 3 килла, при этом теряет двух игроков. Причем какими-то такими лютыми минусами. Эйзи 2 минуса сделал. Один из них хэдшотом. Рейн на дальней дистанции. С Тезехи тоже дожал. Ну и оставляет как раз-таки звено Дигнитас в меньшинстве. При этом Джейкем параллельно прожимая сейчас, Тэнски это вроде как чекает. Вот это понимание. Ну, пока минус все равно сделать не получилось. А вот у Джейкема шансы на него были. Тем не менее, Тэнски забрал самого Джейкема. Это уже 2 в 2. Точка Б, напомним вам, точнее обратим внимание полностью свободно. Но фейсклан получают, наверное, уже третий шанс. Прямо к ним в руки идут игроки команды Дигнитас. В Яйме очень коварно спрятался Киашима. Он не будет здесь палиться без какой-то резкой на то причины. Вот она, та самая причина. Рейн дает один фраг и Киашима дает минус по Рубина. Это был экономический раунд, который, несмотря ни на что, фейсклан выигрывает. Может быть, не стоит вообще закупать девайсы, играть просто с ЦЗшками и арморами, давить мид и брать раунд за раундом. А что бы не нормальный вариант вполне для профессиональной КСГ-сцены только так все и брать. Ну, пока да, какие-то раунды самые дикие достаются фейс. А вот те, которые они, казалось бы, должны были забирать без проблем, что-то ребятам не летят. Что тут, пауза? Какая-то техническая, скорее всего. Ну, в последнем раунде половины брать тайм-аут, конечно, никто не будет. Но это технический тайм-аут. Обычно под тайм-аутом подразумевается тактическая пауза в одной из команд. Но здесь, наверное, опять кто-то вылетел. Просто что-то нужно настроить. Ну, за игроками посмотреть в любом случае всегда приятно, интересно, кто как изменился. Стало ли больше татуировок у Фокса. И так далее. Ну, интересно как-то. Все взяли и ушли. Не знаю, что вышло, но вот фейс там уже наушники поснимали такие. Как будто, знаешь, доиграли, а мы как-то вот один раунд и прощелкали. Да, интересно на самом деле вот это поведение. То есть игроки, скорее всего, подозревают, что довольно затяжной будет эта пауза. То есть в несколько минут, наверное, даже. Это дурной знак. Это дурной знак для нас, для тех, кто хочет просто посмотреть красивую катку, ну и насладиться все-таки уже вторым полуфиналом на сегодня, да и последней картой вообще. Да, кстати говоря, я тут открыл статистику команды Фейс Клан по миражам. И, если честно, интересно мне, почему аналитики были так уверены в этой команде. Все-таки за 16-й год 15 миражей, 8 побед, 7 поражений. То есть, ну, по сути, 50 на 50. Ну, походу, катка против Натик подкупила, там, где ребята выиграли очень жестко. У шведов при этом взяв, по-моему, что-то два Эко и один Форс. Ну, сейчас мы тоже видим Эко и Форс, а Дигнитас все равно впереди. Девайсных не видим. Да, девайсных не видим, в этом огромная проблема. Не видим и здесь снайпера. В первую очередь Фокс, который, ну, не знаю, можно ли выразиться, блистал на карте оверпасс. Не то, чтобы блистал, скорее, немного зажег во второй половине. Но потом мы помним этот хедзап один-в-один, когда он не поверил в то, что соперник дефьюзит бомбу и просто сидел и ждал фразы «bomb has been defused». Ну, бывает. Не, на самом деле, ну, такие фейлы хоть раз в жизни испытывал любой игрок, который, там, в КС играет более года, например. Ну, потому что, когда ты слышишь дефьюз бомбу, да, у тебя вот должно быть решение, особенно на прост сцене, потому что, там, на матчмейкинге, в каком-то паблике предугадать это достаточно просто. А вот здесь очень часто, например, тот же JV, не раз я видел. Они просто садятся. Причем во время самого экшена. Да, то есть. Там еще перестрелка в пунте, смог под ноги, силы и все. Один в один, два в один, ты даже без смака. Но я знаю, вот JV, когда остается в хедзапе, очень любят просто сесть и дефьюзить. Он делает ставку на то, что соперник, ну, на первый фейк точно не выйдет, то есть он подумает, что это фейк будет сидеть дальше. А я раздефьюзил бомбу. Как минимум два таких момента у JV было. Поэтому Фокса, на самом деле, винить здесь абсолютно не в чем. Он сделал все, что мог. Потому что оставался один в два и даже сделал нереальный килл, семью хп. В общем, на Мираже мы его не видим. Вот к чему я веду. Да, на самом деле, далеко ушла мысль. Но факт в том, что там он еще сделал все, что мог. Здесь пока как-то, ну, так оно не выглядит. В принципе, не вся команда отыгрывает. Киошима молодец, безусловно. Много хороших минусов. Фейзи тоже вроде как настреливает. Но то выбивание Джейкема у меня просто до сих пор перед глазами, когда он прыгает туда-сюда на б-плент, выходя против двоих. Когда мы говорили то, что мог бы пойти засейвить. А ты про Джейкема говоришь? Да, про Джейкема. А, мне показалось Рейн, и я думаю, типа, лол, что вообще? Нет, Джейкем, да, конечно, это была ошибка. Хотя, ну, вот выразились, что он хотел, ну, в чате тут некоторые написали, хотел какой-то супер-мув запилить, но он, типа, не умеет это делать. Я не знаю, это из разряда какого-то 360 на осколп. Не, ну, на самом деле тоже есть такой подход к клатч-ситуациям, особенно на б-пленте. Не знаю, правда, насколько про так делают. Вот вместо того, чтобы играть как-то медленно, тайцево. Да, ты просто вываливаешься, вешаешь одному, второму, выбиваешь бомбу. Ну, опять же, там, на матчмейкингах это работает. Вот в очень большом количестве случаев. Ну, здесь же, мы видим, не сработало. Ну, вот у Киашима залетает неплохо. 13 на 9 против 14 на 9 от конфлика. Ну, в общем, нормальное сравнение. Опять же, Киашима хорош индивидуально. На карте Демираж мы не видели его на оверпассе, но только, наверное, за счет того, что оверпасс он не чувствовал. Мы это тоже подмечали. Откровенно у него не заходило, но сейчас... Ну, сам по себе, он и имер очень талантливый, поэтому много действительно красивых минусов он дарит, особенно с пистолетов. Пока, ну, как-то фейзы выглядят, ну, очень. Знаешь, в ожидании длительном. Но Дигнитос, по ходу дела, уже готовы бороться дальше. Ну, пока непонятно, чем эта пауза вызвана. Я думаю, что мы вообще об этом не узнаем. Ну, зато в чате пишут, что счет уже 8-7 в первой половине. Вот так вот. И при этом пишут многие. Ну, может быть, так оно и есть. Может быть, просто нам не показали. Ну, тоже странно. Ну, на Шел ТВ нет пока тоже вот счета в первой половине. В общем, все пока достаточно странно и непредсказуемо. Но хотя мы видим, игроки надели наушники обратно на свои головы. Это уже хороший знак. Ну, надеемся, да, что мы совсем скоро вернемся таки на карту Мираж. Последнюю карту на сегодня. Пик фокусировки какой-то на этих грелках. Ну, и напротив Фокс, который даже не напрягается. Да, Фоксу все равно он. Он решил, что свою работу он выполняет. Ну, может быть и нет. На самом деле Фокс очень адекватный чувак. Если вспомнить его начало. Начинал он, кстати, по тегам Кенгуин вместе с Майкелелли, с Рейном и компанией Джеки. Мы тогда еще в команде, насколько я помню, не было. Он тоже показывал посредственные результаты. Но Майкелелли его выгородил. Сказал, что Фокс это вообще один из лучших тиммейтов, с которым ему приходилось играть. Никогда он ничего плохого не говорит. Всегда понимает свои ошибки. Очень доброжелательный человек. А это тоже важно. Каюнба скорее кикнули не столько из-за плохой игры в команде Астралис, только, наверное, из-за его характера. Ну, как бы, а по-другому... Ой, там и дабл шот был. Ну, а по-другому это и причин нет. Ну, как по мне, такого игрока кикать. Если только не внутренний какой-то климат. Вот, это тоже важно. На самом-то деле найти тиммейта, который будет хорошо играть на таком уровне, и при этом будет нормально себя вести как человек, тоже непросто. Кстати, и та же история с Киашимой плюс-минус получается, потому что, ну... Ну, нет, там другое скорее. Но вот спустя такое время уже можно четко сказать, что замена была неравносильной. И далеко не в плюс вообще для этого коллектива. То есть, с первого же матча команда НВА с Дэвилом можно было сказать, что зря они Киашиму кикнули. Киашима, ну, он даже на самом деле ничего не мошнил. Он просто съездил в Мексику, отдохнул, приехал, и вот сейчас зажигает фейс. Ну, то есть, для Киашимы скорее этот кик даже пошел в плюс. Ну, вот я так считаю. Это, ну, во-первых, даст ему больше мотивации, которой, наверное, в НВАС ему не хватило. Даже Зевс в свое время рассказывал, что Киашима и Хэппи это те игроки, которые, ну, которые вот относятся к КСу чисто как к работе. То есть, для них, ну, они не ловят какой-то фан от игры вне своей работы. Может быть, в частности, с этим и связано. Вот, тоже кик Киашимы с тем, что, может, он там не так... О, что это тут? Белый порошок? Я прям боюсь представить, что это было. Как в этих фильмах американских, когда растирают остатки по деснам. Ладно, все это такое. Пока, повторы лучших моментов сегодняшнего игрового дня. Ну, сегодняшнего, я понимаю, да, конечно. Вот Сэмфис, который наконец-то начал играть. Столько мы от него ждали. И все, напрасно, Фнатик все равно выиграли. Там, кстати, в том матче тоже не все ясно. Какого черта третьей картой был Кобблстоун? И как вообще-то СМ умудрились на эту карту выйти? В общем, достаточно вопросов. Надо давать просто больше черков, я не знаю, и катать Best of 1. Потому что реально вот постоянное обсуждение о том, что как вышли на такой пик команды. Постоянно это... Все насчет этого спорят. Ну и в итоге имеем то, что имеем. Десайдер карта против Фнатик Коббл. Здесь, ну, говорили, что плохо, что против Face Mirage, но как мы видим, что нет. Игра как минимум ровная, а по факту так еще и даже чуточку в пользу Dignitas. Много повторов хороших, интересных. Еще бы посмотреть вживую что-то. Все будет вообще замечательно. Ну, я так понимаю, в связи вот с такой затяжной задержкой проблема там действительно серьезней, чем просто вылетевший игрок. Тем более, что мы не видели, чтобы кто-то вылетал. Ну. Я не знаю, чем аргументировать, что может быть. Ком взорвался. Да ты не сможешь это ничем не аргументировать. Мы можем только строить гипотезу. В этом и фишечка. Ну, и вот он, Кобблстоун, на котором... Ну, вот я думаю, что на следующем мейджоре против Фнатик в первую очередь будут убирать именно Кобблстоун. Наверное, на это и строится, в частности, их расчет. В рамках Елик они показали, насколько Кобблстоун у них силен. И дальше они просто будут давить на... Навели шороху. Да, на своих соперников, потому что уверен, что большинство других карт у них подготовлено-то ничуть не хуже. Они наверняка зацепились за новый нюк. Ну, вот почти уверен я, что они его готовят. Как-то странно было новую карту не готовить для такой команды, как Фнатик. Которым реально сейчас очень важно показать уровень именно в рамках мейджора. На первых двух мейджорах, несмотря на то, что они считаются... Ну, считались до недавнего времени чуть ли не лучшей командой. На двух последних мейджорах они не проходили дальше четверть финала. А для такой команды это вообще не результат. Это провал. Плюша перед MLG говорил, что результат ниже финала для них вообще неприемлем. Он использовал именно это слово. И команда второй раз отлетела в четверть финале. И, конечно... Ну, после этого Фнатик вообще нигде не светились, насколько я понял. Ну, там-то и началась вся история с проблемой с рукой Солофа завязалась на начале MLG, во время его. Ну, и вот по ходу дела Фнатики начинают набирать ту же форму и пытаются как-то навязывать борьбу. И теперь им действительно нужен гранд-финал. Ну, и посмотри, счет 8-5 нам показывают. То есть еще и переигровка. Ну, что-то такое. Если уж счет 8-5 стоит сейчас, спустя 5 минут паузы, то скорее всего... Ну, 8-5 это было бы обидно для Фейс. Ведь, напомним, именно Фейс выиграли экономический раунд. Взяли шестой для себя. Но если они его взяли за счет каких-то технических траблов... Не знаю, может мы реально просто не заметили вылет. Хотя заметили бы опять же зрители в чате... Они бы уже, да, там, наорали. Куда вы смотрите? Что происходит? Мы-то знаем, да. Ну, я не знаю, что говорят параллельно наши англоязычные коллеги. Что там... Они что-то говорят наверняка. Ого. Как тебе такие расклады? Ого. Что-то они говорят. Ну, ладно, наверное, я не вижу смысла здесь сидеть и точить лясы. Потому что мы не знаем, сколько эта пауза продлится. Мы видим, игроки сидели без наушников за своими игровыми местами. Поэтому пока вы никуда не разбегаетесь. Потому что даже первая половина третьей карты еще не закончена. Оставайтесь с нами и болейте за своих кумиров. Да-да-да. Оставайтесь с нами. Да-да. Да-да-да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Походу серв умер. Серв умер? Ну, типа у всех стата обнуленная. Я, конечно, сам не админ, но я не могу еще объяснить, почему у всех стата нули. Ну, перезагрузили сервер просто. Ну да, ну так, значит он умер и его воскресили. Ну, как бы да, опять же, ну вариантов здесь... Ой, да не важно, на самом деле, важно то, что мы наконец-то вернулись на карту Мираж. Половина закончилась минимальным отрывом 8-7, ну и ничего не наталкивает на мысль то, что вторая половина будет простой хоть для одной из коллективов. Да, не просто. Складывается. На самом деле для Фейс Клан, мне кажется, первая половина третьей карты складывается даже хуже. Ну, не то, что даже, просто хуже, чем для команды Дигнитас. Было взято несколько форсбаев, в частности второй и последний, которые делали товарищи из команды Фейс Клан. Ну, а Дигнитас вот показывают очень уверенную игру, но в Оверпассе им пришлось посражаться, но показав себя в качестве команды, ну как минимум не хуже, нежели Фейс Клан, Дигнитас уже на третьей карте захватили инициативу. И преимущество как следствие. И теперь возникает серьезный вопрос, кто все-таки выйдет в гранд-финал против шведской пятерки Фнайтик. Все пророчили изначально фейс-офф, но вот теперь, после этого полуфинала, возникают серьезные вопросы. Все-таки, кто сможет достичь победного конца? Смотрю, у нас опять обратный счет. Ну, если быть до конца откровенным, все-таки Фейс Клан, мне кажется, против Фнайтик в гранд-финале выглядели бы несколько поярче, чем Дигнитас. Но вот с такой игрой я уже даже не знаю. Наверное, Фнайтиком уже и все равно, кто там на них будет выходить. Всех убьют. Ну да, Фнайтиком на самом деле всегда, наверное, было все равно против кого, с кем, как играть. В общем, это очень сильная, самоуверенная команда. Вспоминая вообще интервью с командой Фнатик перед матчами, как они говорят, ну, это сильная, хорошая команда, но мы их 2-0 выиграем. И это просто постоянно по КД. И самое обидное для этих команд то, что очень часто с отсчетом 2-0 их и побеждают. Но, что интересно, ТСМ оказались исключением и даже заставили пропотеть шведов на всех трех картах. Да, но шведы, несмотря на это, одержали победу. А это, как вы понимаете, самое главное. Сколько бы ты раундов не отжал, сколько бы сил не положил, если ты не выиграл, ты проиграл. Такие вот логические выводы Бай Ленин. Но все это подойдет к концу, как только, наверное, закончится время. Мы видим, что все игроки сидят в наушниках. Это очень хороший знак. Так, значит, им уже сказали, что матч вот-вот начнется. Всем весело. Я не знаю, что ли, там анекдоты, может, кто-то рассказывает. Серьезно, все хихикают. Но нам не до шуток, потому что мы, правда, долго ждем. Не самый приятный вариант уже в весьма позднее время, скорее всего, для большинства. Ну и поэтому хочется уже посмотреть красивый кейсик перед сном. Ну а потом уже выпить горячего молочка, да лечь спатоньки. 8-6, дубль 2. Весело. Ну ладно, первая половина не закончилась. Все еще в руках у Дигнитас. Я не знаю, как это объяснить, дорогие друзья. Даже не спрашивайте. Просто день сурка. То, что мы опять смотрим первую половину. Ну 8-6, все же нормально. Так правильно, на этом и закончили. Так пока мы говорили, там уже 8-7 счет был. Да не было там счета 8-7, господи. А был же. Да не было. Народ в чате напишет. Да народ в чате обманул нас, а мы как дураки повелись. В общем, последний раунд первой половины, друзья. Хороший бай и у той, и у другой команды. Масэль играет, ну вроде вот неплохо, но на самом деле его спалили. Инфа есть, посмотри, как хороший молотов. С другой стороны уже поджимает Киашима и реализует свою позицию в коннекторе. Конфиг сейчас, однако, может забрать Эйзи в ответ. Он понимает, что под ним точно кто-то есть. Но Киашима здесь спасает своего тиммейта, дает второй минус. Параллельно с этим, ну, Дигнитас пытаются как-то вывалиться на точку Б. Но, если честно, меня абсолютно не впечатлил этот выход. Ну и сейчас Каджунбу нужно давать квадрокилл. Ну, получится у него или нет, вопрос очень спорный. Скорее, нечем да, но при этом все-таки стрелок он очень талантливый. Может где-то жестко удивить. Проблема в том, что все игроки дефенса уже находятся рядом и готовы ворваться при первой возможности, при первом звуке плента бомбы. Но вот у Каджунба информации почти никакой-то и нет. Ну, он понимает, он, ну, как бы, примерно представляет, откуда стоит ждать большинство. Вот, например, он точно знал, что в кухне кто-то будет и в шарте. Но промахнулся по кухне и промахнулся по шарту. Ну, в общем, шанс у него было два на самом деле. Оба этих шанса он не реализовал. Бомба абсолютно ничего не меняет для команды Дигнитас, ведь первая половина уже подошла к концу. В целом, хороший, комфортный счет в первой половине для команды. Наверное, даже... Кто там в атаке-то играл? А, Дигнитас играли в атаке, да, они же в защиту переходят. Ну, наверное... Что ты? Это не ничего, просто время позднее. Да, друзья, время действительно позднее, все мы люди. Ну, конечно, просто подзабыл, такое бывает. Ну, на самом деле, это не комфортный счет. Не для тех, не для других он абсолютно нейтрален. 8-7 это всегда нейтральный счет. Ну, на ваших экранах МСЛ, все уже его знают. Запомнили в лицо МСЛ. Ну и вот, теперь-то точно, пистолетка, вторая, карта Мираж. Ну, понеслась, дорогие друзья. Два игрока на раскидке у фейзов. Дигнитас рассчитывают на плотную контактную игру. Ну, интересное решение. И, по ходу дела, точку А им уже придется отпускать. Да, скорее всего, так и будет. Ну, в общем, они на эту ставку и делают. Мы видим, что позиции были заняты для того, чтобы, ну, можно было в случае чего безопасно отойти. Однако, на первой приемке, на первой волне приема находился Рубин. Он, однако, решил не играть индивидуально. И фейсклам, как минимум, поставит бомбу. Киашума пытается кого-то найти в Симаке. В целом, неплохая попытка, но не удалось. Что ж, бомба стоит и убивание 5 в 5. Ну, дефолтная ситуация очень частая для пистолетки на Мираже. И давайте смотреть, как Дигнитас из нее попытаются выйти. МСЛ уже погибает. У Рубина тоже как-то особо не летит. А вот конфиг Джейкема уже минусует. В принципе, 4 в 3 все еще можно отыграть дефензу. Здорово. У атаки нету никаких позиций. Они просто мечутся из точки в точку. Но эти мансы на Апланте работают целиком и полностью. Бутенске 1. Бутенске нет вообще практически шансов. И времени у него тоже не оставалось. 8-8. Фейслан выигрывает пистолетный раунд. Это даст им возможность перехватить инициативу и выйти вперед по числу раундов. Если они, конечно, не проиграют форсбай своего соперника. Все мы знаем, что Дигнитас большие любители в последнее время сделать форс. Хотя другие команды, напротив, думают в последнее время делать этот форс или нет. Ну, мы, видимо, сами Диги. Не, решили оставить денег. Ты посмотри. Закупили только пистолеты, а вот арморы не покупали. Ну, в целом, знаешь, какое бы решение они не приняли, наверное, оно было бы правильным. Ну, все равно, так или иначе, ну, будет еще один раунд с пистолетами. Тут хочешь, не хочешь, придется его делать. Поэтому вряд ли они там на следующем купят какие-то уже фамасы, еще что-то. Пока Эйзи разваливает кабинеты своим оппонентам. Третий килл тоже от него есть. Фокс минусует МСЛ. Ну, все очень просто происходит. На самом деле Рубина здесь в соло ничего не наделает. Хорошего для своей команды остается только попытаться кого-то подстрелить. Но это не получается. Последний минус за Фоксом. 8-9. Фейсклан выходит вперед. Ну, и, конечно же, еще один экономически будут вынуждены делать датчане. Выбора у них нет. Ну, и вообще, вот, знаешь, эта тенденция делать, ну, вот, просто эко с боем пистолета вместо полного форса выглядит действительно логичным решением. Все-таки арморы, ну, не то, чтобы прям супер спасали положение. Ты либо вешаешь голову, либо умираешь уже неважно как. Так, ну, тоже с этим можно поспорить. Что касается команды Фейсклан, без П-90 здесь не могло обойтись. И конфиг вместе с МСЛ. Как залепил Таэзи, прям с Юспа по голове попал. Это было хорошо. Киашима тоже отлетает. Фокс принимает пуш. И Джейкем, как нельзя, кстати, открывается из андеграунда. Потому что, не откройся он сейчас, могли бы зажать и Фокса. Есть же реализация по 90-го, наконец-то. Так часто его покупают, а в деле почти и не видели. Но тут уже Джейкем очень грамотно действовал, спас тиммейта. И на самом деле, если бы продавили Фокса, то могли бы быть реальные проблемы. У Фейс в этом раунде. Ну нет, Джейкем все равно зашел бы им в спину. Все равно бы зажал бы, ну, как минимум, двоих. Но вот тот факт, что Фокс бы умер, да, потерял бы. Ран-буз на старте. Это выглядит очень многообещающе. Ну, 8-10. Девайс на раунда, наконец-то, наступает. Без АВП пока что. Только одни кит-пакеты в руках у Конфига. И гибель для МСЛ. Хотя, предварительно, минус по Киашиме он сделать все-таки умудрился. Так, и вот интересно, Киашима в андеграунде был или где-то еще? Как это его так забрали? Походу, дело вторым в Андре. Ну, вот интересно. Я почему-то просто второго в Андре не заметил. Но, неважно. Дигнитес наигрывает себе преимущество. По количеству игроков после этих разменов 4 в 3. В целом, хорошая ситуация. Фейс-клан при этом еще очень разрозненно играют по карте. Мы видим, что Бомкерри был под Б, в то время как тиммейты сейчас выстраиваются на А. Ну, бомба тоже несется в этом направлении. Несложно догадаться, куда будет выход. Да, ну, вариант для фейсов, откровенно говоря, не самый лучший. Там на приеме три игрока дефенза. И как только полетит раскидочка, они все сфокусируют свои орудия в сторону выхода из ямы и пэлоса. Начинается мув уже. Ну и давайте понаблюдаем за подобным выходом. Ну, флешки летят очень плотно. Не знаю, насколько они помогут команде фейс-клан, потому что под эти флешки они не особо-то и выходили. Рубина хорошая позиция для контроля Коврова, однако он сам себя спалил. Рейн этим воспользовался. И конфиг на секундочку буквально, ну, отвлекся на яму и в итоге отдал тиммейта, хотя реабилитировал себя двумя смаченными хедшотами. Эйзи ставит бомбу в позицию. Его, правда, сейчас заберут с КТ. Да, так и получается. Едва установив бомбу, Эйзи тут же получает очередь в бок от Каджунба. Но задачу минимум он выполнил плюс 800 долларов для каждого из игроков команды фейс. Ну, Дигнито, в свою очередь, выполнили задачу максимум. Они выиграли раунд, взяли девятый, ну и недолго дали порадоваться фейсам каким-то явным преимуществом. Атрюф уже минимальный по деньгам у фейс. Все, ну, неоднозначно должно быть. Ну, и, в принципе, пока что вторая половина обещает быть весьма напряженной. Ну, один бай еще хватает фейсам. А вот этот как раз-таки раунд будет уже ценой в два, что тем, что другим. Ну, денег у них даже после этого полного бая осталось, ну, на самом деле, не очень мало. То есть они не в ноль закупились. Поэтому проблем с экономикой быть не могло. Фокс! Ой-ой-ой-ой, Фокс! Ну, вот Киашима на миде играет лучше, чем Фокс с АВП. Притом, что Киашима АВП нет. У меня тут вот настолько парадоксально. Ну, конечно, Фокс допустил очень досадный промах. То есть обычно снайпера такого не допускают. Но бывает и такое. Конечно, все мы люди. Самое главное, что энтрефраг был сделан командой фейс. Это уже плюс. Конфиг решил действовать на опережение. Пошел за счет смока поджимать мид. Ну, здесь он еще может как-то настрелять. Вот как раз-таки позиция в метро будет очень нечитаемая. И Джейкем может на нее попасться. Но сам отходит. Вместе с тиммейтами они собираются двигаться под точку А. И теперь только интересно, как далеко конфиг пройдет. Эти позиции продавят ли до победного конца и даст всю инфу. Что, по сути, и происходит. Так как игрок под номером 3, этот Тенский, уже перетягивается под точку А. Чертовски много информации есть сейчас у Дигнитас. Теперь дело только в тайминге. Ну и в реализации всей информации, которая у них есть. Фейс уже готовится выходить. Причем толком без раскида. Рассчитывают делать entry kill. И Тенский пытается аимить, но играть как скриму не получается. Рубина только один минус. Дали неудачный спрей. Конфиг, однако, заходит в спину под флешку своих тиммейтов. Он просто казнит Фокса и Джейкема вместе с ним. Эйзи и Рей не сдаются. Но конфига в спине не законтрит никому, кроме Эйзи. Именно Эйзи стал героем этого раунда. В хедзапе вот так вот молниеносно обыграв конфига. Который, казалось бы, сделал настолько важных киллов. А какой от этого толк? Ну, кроме как экономики, конечно. Конфиг сделал здесь все, что мог. Это точно ошибка его тиммейтов, которые, ну, боддали Сейзи и Рейну. Достаточно просто. И 11 раунд у Фейс. У Дигнитас нет денег. В общем-то, перспективы намечаются интересные на продолжение второй половины. Ну, интересные в первую очередь для Фейс. У Дигнитас пока что, увы, не очень летит во второй половине. Только один раунд они успели взять. Но Астрик сделать не получилось. Хотя, хорошие предпосылы на это были, конечно, благодаря конфигу. Но не законтролили кондектора, откуда как раз-таки и выходил у нас Эйзи. Ну, и это принесло свои проблемы. Хотя, именно в этом раунде Эйзи уже погибает от все того же конфига. 4 в 5 на старте раунда. Джекем, ну, тоже рискует так Фейсом светить. Ну, опять же, кто не рискует, тот не выигрывает. Этого не отнять. Ну, Фейс. В общем, избирают правильную манеру игры в целом. И, ну, линию розыгрыша, да, этого раунда они играют медленно. Даже несмотря на то, что Эйзи отлетел. Они-то понимают, что у соперника Эка, опять же, ну, какой-то... Как-то агрессивничать не стоит. Но, конечно, вешать хедшоты, как у Рубина, Джекема, пока не удается. Тэнски какую-то странную флешку ловит. Не знаю, от тиммейта она была или от оппонентов. Но, в любом случае, отыграть под нее у него не получилось. Погибает, не сделав ни единого минуса. Все-таки выходит большинство. Фейс Кио минусует Рубина. Ну, и последние два минуса за Джекем. Это еще один раунд в копилку. Фейс Клан. Ну, и постепенненько ребята выходят вперед. Хотя тут была Эка. А вот дальше на девайс нам видно будет. Ну, а пока повтор. Выхода от Рейна. Вот это. Спрей-контрол. Ну, да. Вот знаешь, мы, будучи раками, на самом деле удивляемся. Ну, по крайней мере, я. Как это так получается контролить спрей, чтобы с одной очереди забрать двоих. А то и троих видела исполнение от Майки Лели, когда он в троих просто затопил с арморами. И реально с Калаша оказался силен. И там почти, ну, не знаю, 20-30 патронов у него залетело. И все в цели. Я, например, так близко не умею. Но я не пробовал. Мне бы хоть одного убить. Да, одного, конечно, уже радость. Тут не поспоришь. Ну, а пока еще один экономический разыгрывает Дигнитас. Денег у них после проигрыша в прошлом раунде больше. Ну, как, стало больше. Но не настолько, чтобы они могли позволить себе хороший, комфортный бай. Ну, и после серии киллов без потерь фейсфлан выигрывают еще и этот раунд. Ох, и неприятно, наверное, Дигнитас сейчас вот так вот отпускать сильно фейс вперед. Теперь у них заканчиваются постепенно права на ошибку. У них будет один девайсный раунд до матчпоинтов. Понятное дело, его они должны отыгрывать на все 100%. И забирать просто обязаны. Там будет АВП. Ох, я посмотрел на стату и ужаснулся. Потом вспомнил. Да, сервер был обнулен. И статистика вместе с ним, точнее сервер был. МСЛ с одним киллом меня просто повеселил. Ну, я думаю, он привык. Ладно. Ошибается МСЛ сейчас. Его, правда, за это наказывают не до конца. Сносят 50 хп. Но как-то он странно сыграл против андеграунда в первую очередь. Джейкем находился там. И, в общем-то, повези МСЛ чуть меньше. Мог бы он в этой ситуации и погибнуть. Но МСЛ жив, это главное. Значит, свой минус он еще в теории найти может. Конечно, пока никто не погиб на карте. Фейз очень рьяно борется за мидл. Ну и пытаются занимать точки все ближе и ближе. Уже коннектор, в частности, тоже находится под контролем. Плейс Клен. Шорт. Ну, абсолютно все высматривают. И, в итоге, решают вектор атаки направить на базу B. Ну, а база D защищается по дефолту двумя игроками. Времени у Фейс Клан на самом-то деле для розыгрыша еще достаточно. Особенно с учетом того, что вот 50 секунд они уже практически находятся под B. Ну, вот интересно, как они, конечно... А, ну Эзи будет обеспечивать сплит шарта. Ну, тогда вообще все просто круто. Главное, использовать свои раскидки и свои возможности в этом раунде по максимуму. Ну, и мы видим, флешка залетает прямо Тенскому в лицо. И не дают возможности сделать килл. Каджум забирает Рейна. Может быть, заберет второго. Но нет, соперник от него уходит. Выпад вдвоем. Конфиг за Тайфилл. Просто в линию выстроились против него тиммейты. И за это поплатили своими жизнями. Минус Джейка, минус Фокс. Ну и Кьот, Обид и Эйзи. И главная надежда в этом раунде, наверное, против троих будут отыгрывать рядом с битым Кио. Итак, флешка. Эйзи от нее отворачивается. Под него вываливаются. Но одного кила здесь явно недостаточно. Ведь Киашима красный. Его забирает Амасель. В общем-то, в этом ключе его ХП уже не имели решающего значения. Амасель был с АВП 13-10. Диги выигрывают этот раунд. Но справедливости ради заметим. Если бы не конфиг, скорее всего, это был бы 14-й для Фейсклауна. Конфиг, ну, просто спал здесь положение. Интересно, опять-таки, и нестандартно сыграл этот игрок. Мы понимаем, что на Каюнб вываливались двое. В понимании, что, ну, как минимум, они Каджунба разменяют. А забрали они его по итогу, ну, вообще без потерь. То есть, они просто вываливались вдвоем и забрали Каджунба. Конфиг воспользовался этим. Затопил его двоих. Одного через другого, можно выразиться так. 13-10. Ну, и Диги не собираются сдаваться без боя. Это уже радует. Определенно, Фокс. Очередная попытка Эндри Киоа, но его спугивают банально Молотовым. Хотя он все еще пытается вычислить кого-то из игроков Дефенза. Обычно так на пропрыге там Тенский играет. И рано или поздно может он нарваться своей головой. Ну, вот интересно, это голова ты увидела Фокса, да, увидела. Тут же влетает смачок. Вот такой вот читок. Конечно, по такой макушке попасть вообще нереально, по-моему. То есть, нужно, ну, вообще богом каким-то быть. Чтобы выдавать такие мувы. Но, действительно, в итоге игроки Фейс Клан решают помедлить немного в своей атаке. Они, в принципе, интересно чередуют агрессивные и пассивные раунды. Но пока готовят явную почву под сплит-выход на точку А. А, бомба подходит в яму постепенно. Игроки частично будут открываться через коннектору Фейс. Ну, а там как бы четыре. Как бы четыре игрока команды Дигнита. В частности, Кожум, который находится прямо в окне. Ну, его отгородили смачком. Да. Итак, замечает в коннекторе, по-моему, да, МСЛ своего соперника. А, он забирает еще и Киаширму. Вот так. Киаширму каким-то чудом Рубина погибает, правда, от Рейна. Ну, и Кожум хоть как-то доосуществляет размен. Продолжая навязывать борьбу, но, увы, погибает. Вместе, конечно, все с тем же МСЛем. Тенский в соло против двоих. Очередная квадж-ситуация для него. Но далеко не факт, что она будет удачной. Она не будет, скорее всего, удачной. Во-первых, он будет контролировать снайпер. Во-вторых, позиции очень хорошие у Фейс Клан. То есть, даже если он одного отстрелит в яме, второй тут же выйдет и разменяет своего тиммейта. Поэтому здесь практически, ну, лузовая абсолютно ситуация для Тенский. Он сам это вроде как понимает. Подбирает АВП. Ну, конечно, это будет, ну, точно сейв. Ну, наверное, игрок более уверенный в себе. Типа Флюш или Джей Ви пошел бы выбивать в такой ситуации. Хотя тоже не факт. Здесь, наверное, Тенский отталкивается от денег. Которых у Дигнитас вообще никаких нет. В следующем раунде. Вот тоже интересный вопрос. Будут они делать ЭК или все-таки оттолкнуться от сейвля на ВВП и сделают форсбай. Поставив таким образом улын, грубо говоря, на весь полуфинал. Ну, вам показывают пока Рейна. Который просто царь сегодня. Я думаю, фанатов у него в СНГ станет больше. Как и по всему миру. После таких-то отыгрышей. Ну и посмотри. Дигнитас в итоге решает все на черное ставить. Покупают на все деньги себе. Фамос, пистолеты, арморы, небольшую раскидку. Есть одни киты. Ну и... Тут, конечно, без удачи не обойтись. И конфига давят сразу. Ну и вот что это за игра? Конечно, конфига можно понять. Он-то рассчитывал нестандартно сыграть. Вывалиться из коннекторов. Близкую кого-то забрать. Но не вышло. А вот у его тиммейтов получается намного лучше. Как это произошло до конца непонятно. Наверное, какой-то пуш в смоки был непонятный от Фейс Клан. Наверное, Фейс Клан решили закончить по-быстрому раунд. Им сказали нет. Все будет не так просто. И Дигнитас продолжает борьбу. Все-таки свой форсбай они выигрывают. Это сейчас было самое важное. Как-то ничего мы толком из раунд увидеть, увы, не смогли. Но понятно лишь то, что Дигнитас действительно отыграли свой форс. Соответственно, пока что не собираются проигрывать этот полуфинал. Понятное дело, что у Фейс еще есть деньги. Они баются в 5 калашей и в раскидку. Ну и попытаются оттащить уже в этом раунде. Ну, конечно. У них-то и выбора нет. Они должны пытаться вытащить. Но по раскидкам все очень хорошо у них. Это бесспорно. Ну, вот МСЛ выбирает нестандартную линию защиты. Он с АВП занимает ковры Б-планта. Между прочим, продвигаются они по коврам бы вместе с тиммейтом. К такому Фейс-клан явно могут быть не готовы. Пока интересно, как отыграет и как себя покажет звено мидула. Конфиг вроде стоит в коннекторе, подчекивает. Там же и Кожумп есть. И его макушку уже находит Киошима. Вырубает, ждет кого-то в коннекторе. Пока не находит. Конфиг хорошее открытие, но свою точку он скомпрометировал. И за это платится жизнью. МСЛ. МСЛ сейчас пытает. МСЛ! Да ты что, МСЛ! Вот это повороты! Я даже не думал, что он-то первый минус делает. Он два сделал. Это действительно жестоко. Рейн отдается вообще ни о чем. И теперь Айзи один. Казалось бы, раунд, который Фейзи должны были выигрывать. У них на это были все возможности. Они проигрывают просто в салате. Но за счет стараний того самого МСЛ, который сейчас выходом из джангла может забрать еще и Эйзи. Но нет, Эйзи ловит хороший тайминг. МСЛ под него не открывался. Бомба в теспауне. Но с другой стороны, что он сможет здесь сделать? С 34 хп и 20 секундами. Как бы да, здесь шансы на подобный клатч раунд по сути нулевые. Увидел первого, второй не знает где ждать. Ну и тут габела была для Эйзи. Интересно будет посмотреть на процент хедшота вот Киашима на самом деле. Пока же повтор. Ну да, первый фраг для него был прост. А вот по этому товарищу он как раз, да, промахнулся и добил его. Не то, что добил, просто забрал. В итоге банальное отсутствие дефолтного смока на шорт при выходе в коннектор, который кладется даже на матчмейке, где, я не знаю, ранга Сильвер Элит. Не, ну Сильверы они вообще смоки не покупают. Пять пулеметовый пошел. Тем более с такими новыми звуками. Ты слышал уже звуки пулемета эти? Ооо, а что, их дешевле не сделали? Ребята просто посмотрели, походу, трейлер Battlefield 1 и решили оттуда звуки позаимствовать. Вот это повороты. Итак, экономический у Фейс Клан, не знаю, какую линию они избрали для этого раунда, наверное, какой-то сплит-выход на точку А. Один находится под ямой, но большинство в миде. МСЛ разводят на выстрел, он тут же уходит, в общем, все стандартно. Подсадка в окно, к которому МСЛ был готов, но ему не везет, он не ваншотит ноускопом по Джейкем, и Джейкем пользуется этим. Конфиг. Да ты что, он не перестеливает. Покипает от Эйзи. Шальной хэдшот, от которого просто никто не был застрахован. Килл, кстати, пикает эмку, и бомба убегает по точку А. Игроки дефенс остаются без позиции по точку Б, прошу прощения. И как бы могут еще и этот раунд подсдать. Хотя хаусбары, конечно, говорят об обратном все-таки. Джейкем 14, Террин 46, Эйзи 6. Весьма просто будет их дострелять, и ключевым игроком должен здесь оказаться Фокс, Киошима. Да, сложняется этот раунд еще и тем, что только один девайс при двух киллах смогли подобрать Фейс Клан. При этом, конечно, выходить на точку Б, на которой находится большинство звена Дигнатос, очень непросто. Ну и мы видим, Каджун нарезает вместе с Тенским. Фокс, разве что играя индивидуально, неплохо перестреливает Каджунба, но вряд ли этот же мув пройдет с Тенским. Да, конечно же, не проходит. Киошиму при этом тоже контролируют. В общем, лучше бы шли на Апленд. Ну, конечно, у Фейзов нет ВХ, они об этом не знали. Для экономического раунда все было неплохо, но немножко не свезло. Но постепенно карта Мираж как бы уже идет к своему логическому завершению, а победителя этой встречи определить до сих пор крайне затруднительно. Фейз в раздумьях, что же делать далее. Ну, по идее, денег у них должно быть нормально, да? Закуп, СВП. Да вот как сказать к логическому завершению? К какому завершению? 14-13 счет тут. Ну, вообще, я не знаю, логика не работает просто. Допщики из Рио. Да, допщики здесь, ну, выглядят наиболее вероятными на самом деле. Потому что настолько все плотно. Либо диги выигрывают, вот я так считаю, либо будут овертаймы. То есть, чтобы Фейзам сейчас просто собраться и взять два раунда после таких провалов. Это непросто. Хотя, конечно, все может быть. Но давайте наблюдать. У Фокса есть ВП, у МСЛ тоже. Ну, и такая вот интересная игра в коврах Б в очередной раз. Напомним. Не то, что напомним, наверное, подчеркнем, что играют против ковров в Б диги действительно не очень стандартно. Но при этом Фейз сами-то туда и не лезут. Сейчас они занимают уже традиционно для себя мидл. Интересно, что Дигнитос даже не думают с ними стреляться. И вот он первый килл. Кио Шима находит МСЛ. Проходит дальше по коннектору. Ну, там, конечно, лежит смок, который не позволяет ему разгуляться. Фокс минус потенский оформляет. Б-плент уже вскрыт, только вот игроки атаки-то об этом ни сном, ни духом. Рейн видит Дельпа, но по нему настрелять уже не может. Да, вот у Дигнитос проблема еще и в том, что их-то напрягают на точке А. То есть, им не дают куда-то сместиться. И еще и ХАЕшка. Ага, тут ХАЕшка была таким отвлекающим маневром. Мол, смотрите, я сейчас его подорву. На самом деле, прострелом. Прострелом он забирает соперника. Пять в два. Ну и фейсклан вот такое проигрывать уже не имеют права. При полностью занятой точке Б и соперниках, которые не собираются вообще даже куда-то уходить. Они будут, конечно же, сейвить. Ну и вот говорил я о том, что Диги такие молодцы. А нет. Индивидуально фейсклан по-прежнему лучше. Но индивидуальная игра как раз и работает. Сколько Киашима сделал энтри фрагов, сколько он повесил хедшотов. Еще предстоит разобрать нашим аналитикам. Но уже понятно, что он хоть и идет на последнем месте, но работу... А, ну как на последнем? Тут же не учитывается еще первая половина. Первую половину он там наделал дел. Поэтому на статистику, увы, мы только может посмотреть-то и не можем. Ох, это 15-13. Ровно два матчпоинта в распоряжении фейсклан на победу в этом полуфинале, который им досталось неожиданно тяжело. Ну, настолько тяжело. Пока есть еще шансы сохраняются у дастского коллектива. Коллектива фейс на боевом настрое. Ну и попытаются закончить эту катку прямо сейчас. Конечно. Им этого очень бы хотелось. Все-таки пропотели они. Такой досадный оверпасс был. Пик соперника едва не отжали. 12-3, 11-4 первые половины закончили на первую двух карту. В общем, фейсклан, конечно, выглядели здесь фаворитами до начала этого матча. И по истечении первой карты. Ну, вторую мы там, может, в расчеты не берем. Ну, ладно. Конфиг не сдается. Конечно же, он боец. Он забирает джейкем. Это очень важный энтрефраг. Он, кстати говоря, даже не особенно потерял по хп. Минус 26. Тут же ушел обратно. Ну и продолжает контролировать коннектор. Киос-бомба смещается обратно в сторону респа. Как-то даже немного растерянный выглядит фейс. Но при этом явно планирует уже идти под точку А. Там на приеме три игрока. Это Конфиг, это MSL и, конечно же, Рубина, который уже традиционно для себя весьма вплотную принимает Пелос. Проблема в том, что в Пелос-то никто идти не собирается. И большинство игроков атаки будет открываться через яму. Также будет один сплитующий в лице Эйзи, который собирается и, я думаю, выйдет через коннектор. Да, но вот интересно будет понаблюдать еще и за экшеном в миде, если таковой будет. Ведь MSL сейчас посматривает в мид и вот, пожалуйста, не ошибается. Сбирает Эйзи. Очень удачный тайминг для себя ловит капитан команды Дигнита. С Рубина вываливается, но флешка залетела очень плохо. Рейн пользуется моментом и перестреливает Рубина в ответ. Конфигу флешка также не наносит никакого ощутимого... Не знаю, ну не урона, а чего-то там. В общем, конфиг хорошо справляется с ситуацией, забирает Рейна. И этот браун, скорее всего, фейсклан уже проиграет. Флешкой мы видим Киашима, ну хоть и смог воспользоваться, опять же, повесив хэдшот. Но раунд это уже не спасет. Фокс уходит на сейв. 15-14. Дигнита устояли. А это самое главное. MSL 2 килла, конфиг 2 килла. Это явный намек на то, что сейчас мы с вами будем смотреть допчики. Дорогие друзья, так как у фейсклан, походу, дела денег-то и нет. Нет, там что-то есть, наклевывается. Я просто посмотрел на Фокса, у которого 1400, и подумал, что все. Гавелка. Но нет, фейс попытаются закончить этот матч прямо сейчас. Понятное дело, допы им не нужны. А вот Дигнита столько на них-то и могут рассчитывать. Смотрим за последним раундом основного периода времени. Но далеко не факт, что последнего раунда в этом противостоянии. Барабанная дробь, леди и джентльмены. Сейчас все и решится, будут ли овертаймы или нет. Но моя ставка, что будут. На самом деле все к этому и идет, и Дигнита просто не имеют права проигрывать раунд в такой ситуации. 14-15, столько потели, такие карты тащили, чтобы вот так вот бездарно проиграть матч за счет одного раунда. Нет, конечно, все будет у них хорошо. Ну, может быть и нет. Что ж, фейс по-прежнему играют медленно. Кстати, ждали они поджимы Мидла. В принципе, это предсказуемый мув. То есть Дигнита смогли бы сыграть в последнем раунде подобным образом, но они для этого, не знаю, по-моему, слишком сейвовые. Ну, мне тоже кажется, что для фейс такой мув бы мог бы быть, имел бы место быть, но вот Дигнита с излишним. Играют аккуратно. Фокс допускает непростительный промах. И тут же получает хаешку под ноги. Вместе с тиммейтом они просаживаются примерно на треть своих хеллспоинтов. Мессель забирает Джейкема. Неудачно начинается раунд для команды фейсклан. Эйзи непонятно зачем дает префайр. Контролит соперника, который находился прямо под ним. Ну и спасло его то, что соперник был красный. Ну, хотя Эйзи все равно залепил по голове. Мессель сейчас, скорее всего, самого Эйзи разменяет. Хотя Эйзи пока прячется в смоках. Но Мессель прекрасно... Ну, если не понимает, то подозревает. Нет, даже не подозревал. Эйзи переигрывает капитана. При этом замечает еще и кухню. А вот здесь для Дигнита уже начинаются проблемы. Трудности прямо сейчас. Звено атаки уже занимает точку А. Все игроки дефенса находятся далеко от пункта относительно. Но Рубина умудряется вырубить головы. А там уже и продавливает их Рейн вместе с Эйзи. Кваш-ситуация для Тэнски. Ну, все или ничего прямо сейчас на ваших экранах. Тэнски один в три. Без раскида, без китов. Скорее всего, ничего, чем все на самом деле. Потому что без гранат, такую бомбу. И, ну, настолько разные позиции выбить практически нереально. Я не знаю, что... Ну, вот как? Как ты здесь это сделаешь? Ведь даже по красному Эйзи попасть в Тэнски не получилось. В спину его забирает Киашима. И это победа команды Фейсклан со счетом 16-14 на третьей карте. И со счетом 2-1 по картам. Именно они выходят в гранд-финал, где завтра сразятся с командой Фнатик. Лютый пот продемонстрировали нам датчане. Но все-таки буквально чуть-чуть им не хватило до выхода на все тех же шведов в гранд-финале. Поздравляем Фейс. Они являлись одним из фаворитов своей группы. И все-таки смогли отстоять этот титул. И теперь уже завтра им предстоит мега сложный гранд-финал Дигнитас. Ну, отчасти даже жалко. Не скажу, что это один из моих любимых коллективов. Но когда настолько близкий счет, и ты понимаешь, что аутсайдер мог вырваться вперед, то правда немного грустненько. Так и есть. Ну и могли, могли посражаться. Опять же, порадовали Фейс. С другой стороны, своей индивидуальной игрой. В частности, Киашима. Который нисколько не растерял вообще своих былых навыков. И аналитики еще расскажут вам по поводу хедшотов. Я думаю, там точно больше 50%. Ну, а мы, наверное, с вами будем прощаться. Передаем слово нашим аналитикам. Именно они и расскажут вам о матче сегодняшнем и завтрашнем. Спасибо, что были с нами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас точно не было времени спать, потому что был очень жаркий матч. И мы примемся его анализировать, я думаю. 16-14 Дигнетас были близки.